Ну что, доброе утро, джетиха на месте, колеса на месте, топливо на месте, инструмент на месте, подвеска на месте, хайлик на месте, юрчик там тоже на месте, есть. Все, мы готовы выезжать. Я усталым таким еще не был, в эту серую морось и слизь, мне приснилась Рязанская стенка и моя непутевая жизнь. Мы при Зане, почти в полном составе, наконец-то наш киевский друг доехал, сейчас заценим еще его тачку, ну понятно, да, это все тема, это все схемы, мне все это знакомо. Расставляемся, Степыч уже здесь все разрулил, сегодня у нас куча на самом деле народу, просто я вот сейчас ехал, думал, четверг уже стал таким полноценным днем, если раньше мы когда-то давно, дрифт ехали два дня, то есть типа с работы закончил, на пятницу только отпросился, на пятницу приехал, субботу, воскресенье уже там дома, то сейчас уже в среду приезжает четверг, поэтому все, короче, уже профессионалы, уже куча народу, сейчас все сегодня техком у нас, админка и еще мы сегодня чуть-чуть потренируемся, понастраиваем подвеску. Вот, так что давайте, прорываемся в новый день. А еще мы замутили фирменные кепки газорейсинг, лукойл рейсинг, так что теперь, наконец-то, я буду ходить к своей любимой кепочке с прямым козырьком. Лев, ты тоже хочешь кепку? Ну-ка. Тебе идет. Так, значит, светит солнце, а я без кепки на техкоме, потому что этот Вася. Слышь, Вася, где кепка моя? Кепка где моя? Бля, ты кто сдал? Сдали, да, твои же друзья сдали. Где моя кепка газорейсинг? Если ты ездишь на Тойоте, это не значит. Ну ладно. Ну нет, нет, нет. Ты был у меня в кабинете, там все в кепках, но нет этого газорейсинга? Разберемся, когда супер окажется. Короче, у нас техком... Да, вот. Ладно, их две. Что у нас техком... А, спасибо большое. Все, спасибо. Да. Не-не, две-две. Да, у нас техком, короче, мы сейчас его проходим и продолжим тренировочные сессии. Так, ребята, происходит что-то очень странное, потому что я вот здесь на трибуне, а вон моя машина на разгоне. Не знаю, кто-то просто взял ее и сел. Я вот это вообще не в курсе. Так, ладно, это очень волновательный момент. Я вам прям... Я прям... Чепа-чепа. Я прям в онлайне вам снимаю. Вася, только, пожалуйста, не развали. Оп, вот она жопко улетела. Ай, какие красотки. Ай, какие красотки. Ай, какие красотки. И все это фоткается. И тебя тоже, красотка, поймал. Натыша, быдло. Сотки. А еще я вам должен сказать, что я первый раз вот на этой части трассы в Рязани свежепроложенной. И здесь зацените просто, какой бэнкинг. Не знаю, видно ли вам. Вот я сейчас ровно, типа, опускаю телефон. Насколько угол наклона здесь трассы. Она здесь нереально имеет подъем. Потом нереальный спуск. И мы здесь имитировали, короче, парный дрифт. Ну, ладно, просто загнали пофоткаться. А Земцев снимает что? Понятно. Не, ну, снимать-то ты можешь, как бы. Ты монтировал бы еще. Да, в общем, вот такая история. Степа, я не знаю, даже, блядь, бесполезно снимать сториз. Короче, Степа только что прыгнул сюда, а потом он так вот упал ребрами вот эту хрень. Брата, ты вот так вот ее просто обнял. Ты принял форму. Она не была гнула. Я поскользнулся. А ты какая мятина появилась. Степа, боже, какой же... Что? Какой же ты дурак. Зачем ты прыгнул на эту гардрель? Ты снимал IGTV? Вот что это стоит. Что, телефон разбили? Нет. Он реально жестко, он вот так вот просто наделся. Блин, твоя же мама смотрит сториз. Подожди, покажи, подожди, покажи. Бачок потик. Давай, скажи, как надо. Ярик пизда, бачок потик. Бой, бой. Ярик пизда, бой. Зацените, короче, ребята. Вот сейчас мы тут смотрим. И наложим на трассу GPS трекинг и телеметрия. Верни. Так тут самый сок. Смотри, есть скорость. Это понятно. Скорость постановки. Есть ускорение боковое, торможение. Какая передача была. А потом это все можно еще. Наложить на трассу и посмотреть. Зацените, значит, вот основная траектория дуга. Траектория. Здесь мы ездили фоткаться. Здесь вот Миша видно, что ехал внутри поребрика. А здесь вот смотрите. Вот здесь Чепа приехал на техкомп, постоял, вывернул. Здесь на зону заправки. Здесь долго пасовался. Короче, очень круто. Вот. А, есть, но супре. Да. Продолжение следует.